Новогодние скидки в Дарник Оптика на Ватутина 46 уже начались. На все очки скидки от 20 до 50 процентов. Проверка зрения бесплатна. Дарник Оптика. Первоуральск, Ватутина 46. Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Не просить, а заработать. Так решил 11-летний Александр Пескунов. И теперь он собирает деревянные конструкции. Вот эти детали привозят из столяной мастерской. Моя задача их только склеить. Это у меня получается именно чайный домик. Вот сюда можно складывать чайные пакетики, конфеты. Ну и все, что угодно. Собирая конструкции, школьник помогает в семейном бизнесе. Благо, есть такая возможность. А заодно копит на желанную покупку. Я вообще коплю на квадрокоптер. Вот я окном уголаю. Там посчитаю уже примерно. Ну и я должен накопить. Старшая сестра Саши тоже имеет личный доход. Соне 14 лет, и она уже нарабатывает клиентскую базу. Сейчас я делаю коррекцию и окрашивание бровей Насте. Сначала мы обезжириваем брови. Делаем пилинг-скатку для того, чтобы краситель лучше взялся на кожу. Технику коррекции бровей Соня осваивала по видеоурокам в интернете. Говорит, просмотрела невероятное множество мастер-классов. А первые процедуры делала на себе и на маме. Потом подключились подруги. Я еще не делала, но я видела работу, как она сделала моей сестре Даши. И тоже решила записаться. Бьюти-процедура мне Соня увлекалась с шести лет. Покрывала ногти гейл-лаком, затем ей понравилось делать прически и макияж. А недавно заинтересовалась окрашиванием бровей. И настолько серьезно, что скоро пойдет на обучающие курсы. Светлана, мама предприимчивых Сони и Саша, уверена, пока дети к чему-то стремятся, это нужно поддерживать. Когда они мне озвучили вопрос, мама, как мы можем заработать? Потом я посидела, подумала, этот посыл, вот именно сам в опросе, он мне очень понравился. Вот именно не дай денег на что-нибудь. А мам, каким образом мы можем на ту или иную вещь, которая нам нужна заработать? Поскольку сын Светланы еще не определился, чем именно хочет заниматься, ему предложили помогать в семейном бизнесе. А ночь уже проявила себя в сфере бьюти-индустрии. Я на самом деле удивилась, я поняла, что это не просто какая-то блажь, а что у человека реально есть к этому склонность, есть талант. И что вот еще примечательного, да? То есть одно дело, когда это просто какая-то блажь, хобби, да? А другое дело, когда стали откликаться ее подружки, девочки, которые стали говорить, Соня, сделай нам, пожалуйста, брови, ты как бы делаешь так классно, рисуешь их там, ну, потом как бы красишь. Вот, и открою тайну небольшую, подарок на Новый год у нее в этом году будет сертификат на, значит, обучение к мастеру в Екатеринбурге, чтобы это все уже было по-настоящему, так, по-правильному. А шестиклассница Полина Лысенко сама делает подарки с сувениры – деревянные подвески, которые вполне пользуются спросом. Увидела, как мама делает более крупные работы, например, столики из дерева на заказ небольшие. И я захотела тоже попробовать, только мне больше нравится рисовать. Начала рисовать на спилах, у меня их купили в тот же день, мне очень понравилось. И теперь я их каждый день рисую, у меня их за два дня раскупают. Фотографии работ Полина выкладывает в Инстаграм. Там покупатели находятся быстро. Мама девочки даже не ожидала, что на изделие дочери будет такой спрос. На самом деле я была очень рада. Началось все с того, что она хотела сделать на Новый год подарок своему маленькому братику и накопить сама собственные средства. Рада за нее. Я думаю, что любому человеку приятно, когда оценивают его труд. Как подросткам заработать карманные деньги – вопрос актуальный. Официальных предложений для них немного. Раздача флайеров и отряды мэра, куда берут ограниченное число человек. Поэтому школьники учатся зарабатывать на своих талантах и способностях. И многие – вполне успешно. Надежда Титаренко, Сергей Шемет, Интера ТВ.